Таким образом, у меня для начала есть два подарка. В прошлое воскресенье у нас была проповедь. Это прошлое воскресенье было. Мы говорили с вами о последствиях урагана в Москве, о Божьем слове, ответе на этот вопрос. И было много разных событий, поэтому я просто не успел физически сделать два подарка. У меня есть две книги касательно того, как верующим относиться на несчастье, по отношению к несчастьям в своей жизни и как давать разумный ответ своим товарищам. Две книги в подарок. Одно условие. Надо прочитать за один месяц и написать мне коротенький отчет. Максимум одну страницу о том, как эта книга благословила вас. Итак, первая книга. Можно ли в беде положиться на Бога? Все, что вам нужно, поднять руку, и брат Алексей с удовольствием донесет вам эту книгу. Так, я вижу руку. Так, Алексей, пожалуйста, вон там прекрасная такая милая сестра. Пожалуйста, вторая книга. Джона Пайпера «Зло торжествует и проигрывает». Кто такую книгу прочитает? Так, я видел руку. Первая была вон сестра Таня. Пожалуйста, пастор Виктор, спасибо тебе за такое служение. Все. Так, сегодня у нас с вами уже 11 июня. Так что 11 июля жду от вас, дорогие, маленькие отчетика прочитанных. Пусть Бог благословит вас. Месяц назад вы с вами говорили... Месяц назад уже, даже страшно подумать. Мы с вами говорили о важности института брака в Божьем замысле, о призвании верующих показать достойный пример в этом мире, через этот Святой Союз, сохраняя его, созидая его, не разрушая брачные узы, даже при наличии конфликтов и напряженностей в своей семье, для того, чтобы показать, с одной стороны, силу и красоту, а с другой стороны, убедиться в силе и красоте Евангелия через всю эту семейную жизнь. В сегодняшнем отрывке апостол Павел, мы продолжаем с вами читать послание Коринфянам, дает свою очередную порцию аргументов касательно крепости брачных уз и силы Евангелия. И теперь он рассматривает уже иную ситуацию, где один из супругов является неверующим. И вот об этом мы с вами сегодня будем читать и просить Бога дать нам благодать и разуметь, и применять это в своей жизни. Давайте мы, вставшие на наши ноги, не на чужие, в знак признательности Богу за Его Слово и почтение к Его имени, мы прочитаем слово из седьмой главы послания апостола Павла к Коринфской церкви или первое послание к Коринфянам с 12 стиха по 16. «Впрочем же я говорю, – это пишет апостол, – а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жену? Помолимся. Отец наш милосердный, мы сегодня прочитали этот отрывок из послания апостола Павла, отрывок, который ты записал Духом Святым. Для нас это непростой отрывок, и одновременно простой. Он сложный порой для понимания и очень сложный для применения. И мы нуждаемся в том, чтобы ты благословил нас. Разуметь его и покоряться этой истине, дабы ты приобретал славу, а мы наследовали твое благословение и, более того, благословляли людей, которые вокруг нас. Благослови, Спаситель, каждого из нас, Духа Святым, руководи нами и наставляй нас. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Оставляйте свое Божье Слово открытым, потому что мне хотелось показать пару важных моментов в этом отрывке. Подумай только, если я посмотрю с вами на стихи с 10 по 13, то увидим, что четыре раза, в четырех стихах, апостол не позволяет разводиться. Можно было бы написать всего лишь навсего один раз. Два раза, кажется, ну, для того, чтобы уже сомнений не было, что он имел в виду. Три, уже более чем достаточно. Но целых четыре раза апостол пишет об этом. Это нечто важное и принципиальное для апостола. Проследите вместе со мной. Стих 10. Жене не разводиться с мужем. Если он обращается к верующим парам. Одиннадцатый стих. И мужу не оставлять жены своей. Двенадцатый стих. Он не должен оставлять ее. Обращается к верующему человеку, у которого неверующая жена. Тринадцатый стих. Не должна оставлять его. Уже обращается к верующей или замужней христианке, у которой неверующий муж. Для верующего, друзья мои, развод – это не вариант. Вот что говорит здесь апостол Павел. Но почему так серьезно? Почему так настойчиво в этом, казалось бы, маленьком отрывке снова и снова поднимается эта тема? Во-первых, Бог любит брак. Он является его создателем. Брак не люди выдумали. Люди придумали извращения, искажения, отвержения даже. Бог придумал брак. Бог сотворил нас такими. Бог сотворил мужчину и женщину и сделал их способными для отношений. Бог не враг радостей семейной жизни. Бог создатель этих радостей. Друзья, многие люди думают, что Бог – он такой, знаете, вор, который сидит на небе и так и думает, как бы обокрась нас в удовольствиях и счастье жизни. Напротив, в самых первых страниц Библии мы видим, что Бог сотворил радости и счастья жизни. Друзья мои, именно поэтому, когда мы начинаем строить отношения с кем-либо, я имею в виду с противоположным полом, когда мы вступаем в брачные отношения, то нам нужно сознавать, нам нужно хорошо понимать, мы приходим на территорию Бога. Отношения с кем-либо, вопрос брака – это не просто вопрос двоих или их родственников, это прежде всего вопрос Бога. Он создатель, ему дадим отчет, он заинтересован в том, чтобы его замысел касательно отношений мужчины и женщины, отношений браки воплотился. Поэтому, друзья мои, мы, вступая в отношения с кем-либо, вступаем на святую территорию, на территорию Бога самого. И поэтому мы не можем стать счастливыми, если пренебрегаем Богом. Мы не можем наследовать благословения, если отвергаем Бога или пренебрегаем Его наставлениями касательно этих отношений. Мы не можем построить гармоничных и созидательных взаимоотношений друг с другом вне Бога. Поэтому вопрос чистоты, святости в отношениях радости и удовольствий, это вопрос, прежде всего, Бога самого. Поэтому, спасая людей там, в далеком древнем Каринфе, Бог не желал, чтобы браки распадались. Напротив, спасение могло укрепить эти семейные узы. Во-вторых, к сожалению, в Каринфской церкви, как и сегодня, в церкви нашего времени была группа людей. Мы бы назвали сегодня их законниками или аскетами, которые продвигали ложную духовность. Друзья мои, ведь существует, по крайней мере, две формы искажения евангельской истины. Это просто пренебрежение ею, такое, знаете, беззаконное отношение, фривольное, свободное отношение, а также есть и чрезмерное выдумывание, придумывание разного рода правил, принципов, стандартов, которые не находятся в Священном Писании, чем занимались в свое время фарисеи и книжники. Так вот, эти аскеты или законники воспринимали брак как лишний элемент жизни для христианина, мешающий его духовной жизни. Они готовы были как-то смириться с тем, что верующие оказались в браке. И они готовы были смириться с тем, чтобы этот брак был сохранен, но желательно без интимных отношений. Мы это читали в начале этой главы. Но в нашем отрывке мы видим беседу апостола касательно смешанных браков или разделенных, где одна сторона верующая, другая неверующая. Так вот, эти законники как бы говорили, если христианин находится в брачном союзе с неверующим, то разве не должен он или она освободиться от этого нечестивого союза? Разый Ветхий Завет не выступает прямо категорично против смешанных браков. Итак, слабое библейское или теологическое понимание основ брачного союза и давление псевдодуховности побуждает Павла защищать брак и давать практическое пояснение, как действовать вот в этой ситуации, в ситуации разделенного брака на основании Евангелия. Но прежде чем мы с вами посмотрим на аргументацию, на развитие мысли апостола, следует отметить, что в этом отрывке нету и намека на то, что можно и нужно создавать такие смешанные браки. Другими словами, здесь нету идеи, чтобы верующий или верующие могли создать брак с неверующим или неверующим. Смешанные браки появились в Каринфе, потому что кто-то уверовал, уже находясь в браке, а не потому что, будучи верующим, он вступил в такие отношения. Павел никак не поощряет такое неблагочестивое поведение, показывая, что такой брак неверенный не должен случиться. Неудивительно, что чуть позже, в самом конце этой главы, в стихе 39, он, обращаясь к домам, говорит такие слова, «Жена связана с законом, доколе жив муж ее, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет и добавляет только в Господе». Для апостола Павла брак с неверующим это неверное, греховное решение. Если человек готов вступить в брак с неверующей стороной, то это показывает, как минимум, что он едва ли понимает смысл брака и точно не готов и не способен в таком состоянии построить счастливый брак. Сам брак или то, что этот человек или этот мужчина или эта женщина надеются получить, вступая в такой нечестивый союз, показывает, что этот брак или эти преимущества, как ему кажется, стали идолом для этого человека. А это значит, что он не способен построить созидательных отношений. Брак с неверующей стороной заведомо лишает человека многих Божьих благословений и приносит великое множество скорби, о которых человек даже и не догадывается, вступая в такие отношения. Конечно, может случиться ситуация, я, к сожалению, знаком с такой ситуацией, когда девушку-христианку могут насильно выдать родители замуж против ее воли в определенных обстоятельствах, контекстах, культурах нашей такой многоликой, многонациональной страны. Но это исключение, чем правило. И на нем мы не можем строить аргументацию. Да и говорить о здоровых отношениях в таком браке, особенно на начальном этапе, даже нет смысла. Ну и очевидно, что родители такой девушки не особо заботятся о душевном состоянии своей дочери и не совсем понимают, что такое настоящая любовь. Итак, посмотрим теперь, как развивается мысль апостола. Может показаться, в самом начале довольно-таки странные фразы, когда он говорит, «Прочем же я говорю, а не Господь». Как будто бы теперь слова апостола, они менее значимы, чем слова Господа. И слова Господа Иисуса надо выделить красными буквами Библии, а слова апостола, но они такие, обычные. Кстати, это здорово, когда слова Иисуса выделены красным в Библии. Это удобно порой находить кое-что. Так что ничего плохого нет, но они не становятся более боговедными, чем те, которые не выделены. Апостол Павел, говоря эти слова, он не говорит касательно Бога духовновенности или авторитетности своих слов. Он просто показывает, что во время своего земного служения Иисус не рассматривал такую ситуацию в своих наставлениях. И поэтому он апостол, Павел, апостол Христа, дает пояснение из Божьего откровения, которое получил от Духа Святого, как поступать в такой ситуации. Итак, каково же его наставление? Первое, что он говорит здесь, нужно оставаться в браке. Нужно оставаться в браке. Он говорит то, чтобы верующие не разрывали такой смешанный, разделенный брачный союз. Потому что спасение одного из супругов не аннулирует, не разрушает брак. Напротив, оно несет ему многие благословения и преимущества. При общих нормальных ситуациях, обстоятельствах христианин или христианке нельзя жить отдельно или разводиться со своим неверующим супругом или супругой. хотя может показаться, что вполне как бы логично, как бы естественно оставить или прекратить такой союз с неверующим супругом или супругой, потому что теперь же у них так много различий. Когда человек верует во Христа, то меняется его мышление, меняется его ценности, меняется его восприятие, меняется его отношение. В конце концов, в их доме поселяется третий. Сам Господь Иисус, которому он или она подотчетно. Я помню, как один мой неверующий знакомый, общаясь, как-то признался мне. Ты знаешь, я не могу как бы отделаться от чувства, что в нашей семье нас не двое, а нас трое. Хотя детей у нас пока нету. Его жена уверовала, и он как-то сказал, я просто чувствую, что она разговаривает с этим Иисусом, она советуется с Ним, она молится Ему, она думает про Него. Она прекрасная жена, но я понимаю, в нашем доме живет еще один. Ну почему бы не расстаться? Вот такое большое различие. Да, многое меняется. Многое из того, что направляло раньше жизнь этого верующего, привлекало его, кажется, теперь ему таким никченным, непринципиальным, незначительным, таким неважным. Например, если раньше человек мог часами говорить со своими друзьями о том, как он напивался или обкуривался наркотиками, как они бедокурили и совершали глупости вместе, как они выкручивались из этих различных бестолковых ситуаций, в которых сами себя загоняли, казалось бы, вот они, невинные шалости, много забавы, смеха, юмора. Или когда он хвалился тем, что он что-то купил или получил, гордясь своими достижениями, хваляясь перед своими товарищами, своими приобретениями, теперь же верующий стыдится своих поступков, стыдится такого поведения. Теперь ему намного интереснее говорить о том, как он помогает своим ближним, какой насыщенный, радостный, созидательный, цельный, счастливый, в конце концов, стала его жизнь. Когда многие пороки, грехи, самомнение и высокомерие покинули его и перестали быть доминантом, доминантом его жизни. В глазах своих друзей он может показаться теперь скучным и неинтересным. потому что теперь не только не колется и не напивается, не превозносится, не уничижается и не уничижает никого. Странно очень. Хотя в действительности он стал самым свободным, самым счастливым человеком, созидательным гражданином и просто прекрасным соседом, у которого не орет колонка в два часа ночи, и он даже не понимает, что уже два часа ночи. Который не проезжает мимо вас на машине и даже не обратит ваше внимание ваше внимание или в сторону внимания свое, просто потому, что у вас какая-то дешевая машина. Он изменился. или человек всю свою жизнь искал удовлетворения и счастья, и что он только не перепробовал для того, чтобы стать счастливым, чего только он не искал, чему только не предавался, чего только не добивался, но он увидел, что ни статус, ни деньги, ни развлечения, ни приобретения, ни отношения, ни физические удовольствия никак не смогли сделать его счастливым. Заполнить его душевную пастоту и избавить его от угрузения и совести. Это сделал только Иисус. И он это все испытал, он все это получил, он все это имеет. И поэтому такому человеку больше неинтересно гоняться за миражами счастья. Думая, что у других не получилось или у него получится. Думая, что получив то или иное, он точно станет удовлетворенным, он точно станет счастливым, он теперь знает все ответы и подлинное удовлетворение и счастье жизни только в поклонении и общении с нашим Создателем, а не в поклонении вещам, которые он сотворил, не в поклонении творению. Все это бесполезно, все это бесцельно, бессмысленно и никак не сможет удовлетворить нашу бессмертную душу. С другой стороны, верующий человек не только от чего-то отказался, но он приобрел, приобрел мир, радость, довольство, счастье, чистоту, долготерпение, великодушное. Теперь для него наш мир это не какое-то скучное место, где он должен найти что-то интересное или создать что-то веселое. Теперь он вместе со своим небесным Отцом начинает нести словом и делом исцеление в этот мир. Через жизнь верующего, его поступки, слова, дела проявляется сила и красота Евангелия. Он воистину становится Созидательным человеком. Если мы придем с вами на уровень семьи, если раньше он мотивировался эгоизмом в своих семейных отношениях, то теперь он может искренне и жертвенно любить, не ощущая, не ожидая ничего взамен. Если раньше он или она были центром внимания в своих взаимоотношениях с другими, то теперь он или она желает послужить своим ближним. Если раньше он или она могли манипулировать своим партнером, например, в браке, то теперь их отношения обретают честный, искренний характер со стороны христианина. Христианин, живущий Христом, это самый лучший партнер в браке. Ведь он старается подражать своему спасителю и Господу, своему учителю и Иисусу Христу в своих отношениях с другими людьми, в смирении, в жертвенности, в посвящении, в любви, в великодушии, в прощении, даже в страданиях, несправедливых страданиях и благотерпении. Неужели кому-то так просто захочется расстаться с таким потрясающим супругом или супругой? Подумайте только про жену-христианку. Христианка будет почитать своего мужа, потому что знает, Бог поставил его главой семьи. Она будет прощающая, смиренная, которая не предаст, не бросит, не хулящая, не пьющая, не злословящая. Или подумайте об альтернативе, о женщине, которая не знает Бога. С большой вероятностью можно сказать, что такого мужчину ждут скандалы, бытовуха с тарелками, пилищая или злословящая жена, убегающая по любому поводу то к маме, то к подруге и необязательно хранящая верность. Я не желаю сказать, что женщины обязательно, неверующие женщины обязательно будут такими ужасными. Но я сознаю, что там, где царствует греховная природа, там все будет стагнировать и стремиться будет к хаосу и греху. Ведь женщина-христианка, женщина-христианка, она нашла удовлетворение в Боге. И поэтому она может свободно служить своему мужу. Неверующая же женщина обычно находится как минимум между двух огней желанием любви и принятия и желанием иметь стабильность. И она, конечно, надеется и хочет получить это от своего мужчины. Ни один мужчина, самый лучший мужчина на земле не способен ей этого дать. Разве что какие-то мгновения, какой-то коротенький промежуток времени это максимум, что она может получить? Любовь и принятие, стабильность и уверенность дает только Бог один. Женщина-христианка имеет это в своем сердце и поэтому может свободно строить любящие и созидательные отношения с своим мужем. Неверующая женщина не имеет этого и поэтому она требовать будет от мужа своего, надеется как-то получить это от него и поэтому это будет рождать напряженности и неискренние отношения, семейные отношения. Но справедливости ради следует сказать, что нередко, особенно на начальном этапе, когда человеку веруют во Христа, его семейная жизнь находится в опасности. Да-да, его семейная жизнь может находиться в большой опасности. потому что христианин может попасть в большое искушение, действовать и думать, что теперь все в его жизни надо срочно поменять, потому что все у него было неправильно, все, что было прежде, было ложно, неверно, греховно и плохо, включая и своего мужа или свою жену. Такой человек может пытаться быстро научить свою неверующую половинку, как правильно жить, срочно обратить веру, скандалить и требовать, чтобы поступали правильно, благочестиво, теперь все должны поступать верно. И это рождает много напряженностей и конфликтов в семье. И даже может привести к распаду по причине такого неразумного и неверного отношения. А еще если на это наложится идея со стороны этих аскетов Каримской церкви о том, что брак это вообще не лучший путь для построения духовной жизни, и лучше вообще отказаться от брака с неверующим человеком, тогда разрушение брака становится реальностью. Я знаю несколько мужчин, которые оставили своих жену я в монастырь, посчитав, что лучший путь для их духовной жизни и служения Богу и даже своей семье оказаться в монастыре. Как же они жестоко заблуждались. Павел с ними, апостол Павел категорично не согласен с таким мышлением. Но обращенные или как их еще ласково называют неофиты, нередко пылают особой ревностью, ища особенного духовного подвига, желая все переделать в раз в своей жизни, наивно полагая, что именно внешнее преображение самое главное, что должно измениться в их жизни, не осознавая, что самое главное это их сердце, которое требует большой работы и перемены. Многие семьи напряглись и почти распались из такой неверной ревности обратившегося супруга или супруги. Апостол Павел, давая это наставление, сознавал, что там очень много наобращенных людей. И, конечно, у него, как у апостола, смотрящего вперед, была тревога и переживание при наличии еще этих ложных законников или законников, несущих ложной духовности, была реальная возможность создать настоящие препятствия для проповеди Евангелия в Коринфе и Древнем мире по причине того, что просто браки начнут распадаться. Подумайте, как много вреда могло принести такое поведение верующих, если бы они оставляли своих неверующих супруг или супругов. Павел здесь говорит, не разрушайте семьи, делайте все законное и доступное, чтобы сохранить ваш брак. Нет воли Божьей то, чтобы вы оставили свою семью. Нет воли Божьей, чтобы пружинские пары разводились. Не живите так, чтобы неверующая сторона захотела уйти от вас по причине того, что с вами просто невозможно жить вместе. И это очень важный вопрос для каждого из нас, особенно для тех, у которых есть неверующий муж или неверующая жена. Как вы живете с ними? С вами хочется жить дальше? Или вы отталкиваете человека от себя? Если неверующий человек уйдет от вас, то пусть основанием для такого негодного поступка будет ваша вера, а не ваше поведение. Его грех или ее грех, а не ваши грехи. Живите так, чтобы Божье имя прославлялось, а проповедь Евангелия только усиливалось. Почему же апостол говорит, что христианам следует сохранить такой смешанный разделенный брак? И стихи 14 по 16 говорят нам. Во-первых, он дает два больших основания или две больших мотивации. И они все связаны с духовной пользой для такой разделенной семьи. Во-первых, это созидательное духовное влияние на семью. Стих 14. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Он говорит, что такая семья освящается через верующего человека. О каком освящении здесь идет речь? Ну, конечно, здесь Павел не говорит о спасении, потому что для спасения требуется личная вера. Это, знаете, здорово так. Я не верующий, а жена у меня верующая, и я спасен. Кстати, такая мысль пролетала у монгольских ханов. Большинство из них, они насильно брали себе в жены женщин-христианок, потому что было такое большое движение, нестариан в Древнем Китае, ближе к этой территории. Они считались самой лучшей жены, и у многих монгольских ханов жены были из этих христианских сообществ. Но Павел не об этом говорит. Павел говорит здесь о благословениях, которые приносят в дом, или приходят в дом через верующего человека. Слово освящается в смысле отделен для Божьих благословений. Бог благословил верующих не для того, чтобы им было хорошо и комфортно, а для того, чтобы они были благословением для тех, с кем они находятся, с кем они живут. Брат мой или сестра, неважно, где ты работаешь, где ты живешь, ты инструмент Божьих благословений для тех, кто тебя окружает. Бог благословляет тебя не ради тебя, потому что благословение ради себя самого любимого, это же будет опасное дело для тебя самого. Но когда ты делишься этим благословением с другими, тогда жизнь твоя будет насыщенная, цельная, и Бог нас тебе еще. И верный в малом во многом будет верен. И так Бог благословляет этот дом, эту смешанную, разделенную семью через верующего человека. Ответ Павла показывает и напоминает Каримфской церкви о силе Евангелия, о том, что Христос теперь живет верующий, как мы с вами пели. Он теперь с ними, Он в них, и поэтому там, где верующий, там и Христос. А значит, через них приходит влияние чистоты и святости, благодати и любви. Понимаете, в ветхозаветное время было целое учение, наставление, особые правила о чистоте и нечистоте. Книга Левит, книга Второзакония. Нельзя было прикасаться к тому или иному человеку, или предмету даже, потому что тогда их нечистота перейдет на тебя. Но пришел Иисус на эту землю и происходит нечто невероятное. Теперь нечистота, болезнь, грех, проказа отступали, когда Он прикасался к ним. Можем вспомнить прокаженных, больных, мытарей, блудниц, нечистых, духовно и цемреально, отверженных и забытых, гордецов и бунтарей, отвергнутых и покинутых, Иисус прикасался к ним, и они исцелялись. Вместо того, чтобы заразиться от них, Он, Сын Божий, передавал им свою исцеляющую силу и давал им новую жизнь. Божественная жизнь через веру в Него приходила в жизнь этих людей. Поэтому Павел говорит здесь нечто невероятное и принципиально важное. Подлинная святость по вере во Христа и Иисуса сильнее, сильнее любой нечистоты. Святость, настоящая Божья святость, незаконническая святость, настоящая святость Христова, она сильнее любой нечистоты. Христианам не нужно разрывать свои семейные узы, чтобы остаться благочестивыми и чистыми перед Богом. Напротив, по той причине, что они уверовали, божественная жизнь пришла к ним, в их жизнь, и теперь через них Божия любовь, Божия благодать приходит в этот дом, в их семьи. Они становятся инструментами Божьей работы там, где они находятся, там, где они живут. Как некогда сказал Жан Кальвин, благочестие одного супруга больше освещает брак, нежели нечестие другого оскверняет его. Атмосфера в доме может кардинально измениться, когда в этом доме появляется христианин. Его влияние, надо мучаться, будет поистине освещающим. Само слово святой буквально означает отделенный, что говорит о том, что эта семья по-настоящему будет отличаться от тех семей, которые окружают их, которые находятся с ними в общении. Их знаете, друзья мои, это откроет новые двери для благовестия. Неверующие друзья, знакомые этого неверующего человека, мужчина или женщина, будут уделены, как поменялся их дом, поменялась их семья, потому что там появился верующий человек. Это создаст прекрасную платформу для благовестия другим. Влиятельные самоправедные аскеты Каримской церкви говорили другим, что их брачные узы с неверующими оскверняет их. Но Павел говорит, что такой брак дает большие преимущества и благословение для неверующего. И через верующего благословляется не только неверующий, но даже и дети их. Мы читаем такие слова в конце 14 стиха. «Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». То есть благодаря одному верующему родителю дети будут находиться под добрым духовным влиянием, будут находиться в сфере божественной любви, слышать Евангелие и видеть его воплощение каждый день. Конечно, здесь апостол Павел не имеет в виду, что дети автоматически становятся верующими. Здесь он не дает какого-то намека на детское крещение. Все эти вещи не стоит вчитывать и нельзя вчитывать в этот отрывок. Их просто здесь нет. Но он говорит о важном благословении для детей в лице их уверовавшего родителя. К сожалению, сегодня я все чаще читаю в светских изданиях, как поносится и уничижаются родители, верующие родители. Я иногда удивляюсь, когда читаешь какое-то интервью или какое-то свидетельство, особенно в иностранных изданиях, где просто высмеивают верующих родителей, что они якобы оказали плохое влияние на этого человека. Не всегда. Я читал, слава Богу, статьи, где были иные примеры, но я полагаю, что такое возможно, что родители как бы верующие не являются благословения для детей. И знаете почему? Если родители просто были религиозными. Их вера не была настоящей. Конечно, они поступали и вели себя как какие-то законники, какие-то религиозники, которые не просвещены и не живут Евангелием. На практике же, когда родители на самом деле движут Евангелием, все по-другому. Верующие родители величайшее благословение для своих детей, когда они растут. Многие дети это не понимают. когда маленькие. Они понимают и это создают, когда только повзрослеют. Друзья мои, я стал благодарить Бога за свою верующую мать, когда стал студентом. Для меня, когда особенно я был подростком, казалось, что я бедный и несчастный мальчишка, которого поместили под ханжеское попечение матери-христианки. поэтому я очень понимаю подростков. Я сам был в такой ситуации. Уже несколько лет спустя я обнял свою мать и сказал спасибо тебе, мама, что ты не подалась на все мои бестолковые выпады, на все мои обидные слова и поступки, то, что ты оставалась любящей, верной, прощающей и добрым примером для меня. Даже вспомнить, что следует прекрасный пример Моники, матери блаженного Августина, которая была замужем сначала за неверующим человеком. Он получил, я имею в виду Августин, получил хорошее наставление от своей матери в начале своего жизненного пути, но не уверовал всем сердцем и попал под влияние своих развратных товарищей, стал вести беспорядочную жизнь, даже впал в ересь. Однако мать его не остановилась молиться за него, опекать его, и в конечном итоге он вернулся на правильный путь. Кстати, известный русский философ, историк религии и культуры Арсеньев Николай Сергеевич как-то отметил, что именно русская мать суммировала русскую культуру, наставляя многих известных деятелей, писателей, авторитетных культурных деятелей культуры те далекие века. Вторая причина, почему нужно сохранить такой дом или такую семью, это возможное обращение ко Христу неверующей стороны, это стих 16. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Существует реальная возможность того, что Бог может использовать уверующую сторону для спасения неверующих. Мы это видим, прекрасный текст для жен, христианок по отношению к своим неверующим мужьям, это 1 Петру 3 глава с 1 по 7 стих хорошие советы, потрясающие советы. Жизнь и служение христианина в семье, его любовь и свидетельство и добрый пример могут стать ключевым элементом в деле спасения для неверующего человека. Псевдодуховные люди в Коринфе пытались убедить церковь, что их святость, то есть их отделенность от Бога пострадает, если не останутся в таком смешанном браке. И верующие могли переживать об этом, потому что в конце 6 главы Павел пишет, что незаконные интимные отношения влияют на их духовную жизнь. Но здесь Павел показывает, это законная семейная жизнь, и Бог благословляет такой дом. Они находятся в законном браке, который освящает сам Бог. Поэтому такой брак не ставит под угрозу духовное отношение, личное отношение с Богом христианина. Напротив, он окрывает двери для того, чтобы такие отношения появились у его неверующей половинки. По причине своих новых ценностей, мировоззрения, образа жизни, посвященности, браку, неверующий увидит со стороны христианина реальные изменения, реальные перемены и задастся серьезными вопросами. И это откроет двери для хороших бесед. Саму фразу в 16 стихе или фразы апостола Павла не следует принимать как абсолютное утверждение. То есть, с одной стороны, Павел дает надежду на возможное обращение неверующей стороны. Это правда. Мы не знаем сердца человека, мы не знаем Божьего замысла касательно этого человека, нашей неверующей половинки. Поэтому мы, уповая на Божью благодать и его милость, продолжаем свидетельствовать о Христе словом и подтверждая жизнью своему неверующему супругу или супруге о том, что жив Господь. Друзья мои, поэтому не ставьте крест, не ставьте крест на своей неверующей половинке. У меня есть один мой хороший товарищ, знакомый брат, который молился за свою жену 20 лет, прежде чем она уверовала. Не ставьте крест. Силен Господь спасать, и рука его не оттяжелела, чтобы спасать, ухо его не тяжелее, чтобы слышать, и рука его не сократилась, чтобы спасать. Бог спасает. Порой, казалось бы, в самых безвыходных ситуациях. С другой стороны, эти слова не говорят о том, что неверующий обязательно уверует. Такой гарантии нет. Павел не дает такой нам гарантии. Он просто не позволяет ставить крест на браке по той причине, что один из супругов не уверовал. К сожалению, есть третий пункт в этой проповеди, потому что есть стих 15. Он говорит о том, что даже при наличии примерной благочестивой жизни со стороны верующего человека брак может распаться. во-первых, мы здесь видим, что он будет распадаться по инициативе неверующей страны. Инициатором разрушения такого брака не должен быть верующий, что вполне естественно. Верующий старается со всем сердцем хранить святость брака, почитать Бога своими отношениями в семье. Он благовествует истину своему супругу или супруге неверующим, несет Евангелие своим детям и наполняет свой дом Божьей благостью, его любовью. Он не станет инициатором непослушания Богу, не станет инициатором развода. Почему неверующий хочет тогда развестись, если такой прекрасный супруг? Апостол Павел не говорит нам здесь четко и понятно, но очевидно, что по причине это случится не причине неверности христианина или по причине того, что он поддавшись каким-то ложным представлением о браке, захочет разойтись, скорее всего, это связано с верой супруга или супруги. У одного из моих друзей, он теперь пастор церкви, жена его оставила, когда он уверовал. Она поставила ему ультиматум, чтобы он либо отказался от твоего Бога, отказался от своей церкви, либо отказался от нее. Мой друг, конечно, не оставил Христа и его церковь, и поэтому его оставила его жена. Он по сей день так и не женился и решил посетить себя полностью в служение в церкви. Но если неверующая сторона творит беззаконие и насилие по отношению к верующему, пренебрегая, нарушая или отвергая семейные обязанности по отношению к самому партнеру, как поступать в таком случае невиновной верующей стороне, может ли она развестись? Ну, надо сказать, что этот текст, он не об этом. Этот текст, он не дает здесь разъяснения такого вопроса. Он не говорит напрямую. Но очевидно, что если есть серьезная опасность физическому или душевному здоровью, если присутствует жестокое обращение стороны партнера, то верующей стороне следует поискать помощь. Даже, возможно, придется разъединиться на время с таким мучителем или мучительницей. Мы не можем ожидать благочестивого поведения и святого поведения от неверующего. Но мы можем ожидать элементарных норм человеческого поведения и уважения к своей супруге или супругу со стороны каждого. Неудивительно, что даже в светском мире существуют соответствующие законы касательно домашнего насилия. Таким поведением человек, конечно, разрушает свой брак. Если неверующий все-таки настаивает на разводе, даже несмотря на то, что верующий поступает благочестиво и благородно, то апостол показывает нам здесь, как Евангелие помогает верующему верно реагировать и поступать в таком случае. во-первых, он говорит здесь, смотрите, пусть разводится, то есть не воевать. Никакой войны или сражения уговоров или упрашиваний, препятствий или каких-то хитрых маневров. Верующий был искренен в своем поведении, в заботе, служении своему неверующему партнеру, в желании сохранить эту семью, этот брак, но неверующий отказался, не пожелал продолжить семейные отношения. Это вовсе не говорит, что верующему не нужно побороться за то, чтобы сохранить свой брак, что он должен быть равнодушный и бесчувственный в виде, как его семья расплодается и как его супруг или супруга принимает неверное решение. Но здесь Павел говорит о том, чтобы верующий принял это как от руки Божией, если он или она сделали все законное со своей стороны. Ведь для них брак – это не самоцель. Для верующего человека брак – это не самоцель, это не идол, ради которого они живут. Это просто еще одна площадка для служения и поклонения своему Спасителю и Господу. Во-вторых, Павел говорит о том, что бы такие люди не считали себя связанными. Так и говорит, брат или сестра в таких случаях не связаны. То есть теперь верующим следует считать себя свободными от семейных обязательств. подчеркну еще раз, здесь апостол Павел говорит о том, что нету какого-либо повода со стороны верующего для развода, нету какого-либо греха со стороны верующего, вины какой-то для того, чтобы случилось такое разделение, такое разлучение. Но Павел показывает, что неверующий намеренно оставляет верующего. он намеренно желает разрушить этот брак. И вот в таком случае верующий не должен считать себя обязанным сохранять эти брачные узы любым путем. Неверующий человек разрушает такой брак. Некоторые люди полагают, что брак может быть разрушен только официальным разводом, там, где вот документ, печать. Но часто вот эта печать и документ, это просто контрастация факта, случившегося формально контрастация факта, случившегося раскола и разделения в семье. Например, Иоанн Златоуст предел подмечает важную деталь, поясняет этот текст во свете тогдашней культуры, показывая, что брак, к сожалению, может разрушаться другими путями также. Вот он пишет. Что же значит, если же неверующий хочет развестись? Например, если он повелевает тебе приносить жертвы и участвовать в его нечестии по праву супружества или уйти, то лучше оставить брак, нежели благочестие. Брат или сестра в таких случаях не связаны. Если неверный ежедневно из-за этого оскорбляет и заводит ссоры, то лучше разлучиться. Это выражает апостол словами «К миру призвал нас Господь». Он неверный сам подает к тому повод подобно, как и прелюбодействующий. Такими словами, друзья мои, нежели человек может использовать методичные, намеренные попытки для разрушения своего брака, что и подчеркивает здесь Златоуст. Его желание развода выражается не в том, что он подал документы в ЗАГС и в тогдашней греческой культуре, там была другая форма, но в том, что он делает все, чтобы изгнать верующего из этого семейного союза, либо сделать жизнь верующего просто невыносимой. выталкивая его из этого дома. И развод случится, потому что неверующий сделал все для этого. Если же такое случилось, то Павел говорит, брат или сестра в таких случаях не связаны. То есть с этого момента верующий свободен от выполнения своих семейных обязанностей. Павел не говорит здесь о необходимости повторного брака для верующего. Очевидно, что Павел уже сказал об этом. Он желал бы, чтобы такой верующий, который остался без жены или без мужа, он был такой же, как и он, безмрачным, как он пишет в стихе 7. Но он подчеркивает здесь, что такой верующий точно становится безбрачным. Поэтому неверующая сторона не имеет права требовать семейных отношений. Также верующему не следует считать себя связанным семейными узами. Поэтому да, здесь присутствует возможность для повторного брака невиновной верующей стороны. Ведь обычно неверующая сторона чаще всего скоро создаст новую семью. А это уже прелюбодеяние. Таким образом первоначальный союз все равно будет разрушен. Можно увидеть даже здесь определенную концептуальную параллель с самыми последними стихами этой главы. В 15 стихе Павел пишет, что верующий не связан в браке. А в стихах 39-40 он говорит, что жена связана, здесь другое греческое слово, но та же самая концепция, пока жив ее муж. Но если муж умирает, за кого пожелает, но только в Господе. Если это параллель справедливо, мы не можем утверждать на 100%, но если она справедлива, то связанное в 15 стихе также означает свободно выйти замуж за другого. Кстати, эта идея подтверждается в еврейской культуре. И это разводное письмо, о котором говорил Моисей. И также сама формулировка еврейского разводного документа того времени, вот как он звучал. «Отныне ты свободна и можешь вступить в брак с любым другим мужчиной». И далее констатировался факт развода точно такими же словами, какими удостоверялось освобождение человека от рабства. Если бы она была связана, то прежде бы считалась бы замужней в глазах Бога. Будучи же не связанной или освобожденной, она имела право для другого замужества. Но Павел не говорит, что она должна это сделать обязательно. Подчеркну еще раз, Павел призывает верующих в этой главе оставаться в том статусе, к какому они были призваны. Семейны ли, несемейны ли. Он призывает их посвящать себя делу Божию. Поэтому скажу еще раз со всей определенностью. Павел вдохновил бы верующих не искать нового брака, не искать нового союза, если это было объективно возможно. И третий момент, это третья сторона реакции верующего на такое неблагочестивое поведение со стороны неверующей стороны, которая решила развестись. Апостол завершает это описание верующего очень важной фразой «К миру призвал нас Господь». Когда разрушает ваш брак, а вы, как верующий, вложили в него свое сердце, вложили в него свою душу, когда отвергаются ваши попытки сохранить семью, когда пренебрегают вашей жертвенной заботой, когда вероломно предают вашу любовь, друзья мои, даже самые лучшие из нас могут впасть в огорчение и обиду, поддаться чувству мести и ненависти. Кто-то может приезжать за свое христианство, а все ли я сделал правильно, а все ли я сделала хорошо, чтобы он уверовал, или она уверовала, и остались со мной. Более того, верующий может переживать о своем будущем, как он или она теперь будут жить в своем безбрачном статусе, в своем безбрачном состоянии, и Павел говорит им, Господь даровал нам свой мир, свой шалом. Своими словами, Павел защищает верующих и от отчаяния, и от мести, и от бесплодных попыток сохранить уже несуществующий брак, и от различных крайностей, которые могли им нашептывать духовно нездоровые и законически настроенные другие верующие. Во Христе у нас уже есть Божий шалом. Наша жизнь, наша идентичность, наше восприятие себя, оно не связано с тем, что происходит в нашей жизни и нашей семье, но оно связано с тем, что сделал Христос ради нас на Голгофе. Поэтому верующие, даже в такой неприятный момент, как развод и оставление неверующей стороны, когда разрушается его семья, он может хранить упование на Бога, он может находить в нем утешение, обретать в нем довольствие и мир, радость и удовлетворение. К миру призвал нас Господь. И на попричине этого мира, божественного мира, который завоевал Христос нам на Голгофе и который мы обрели в Духе Святом, это плод Духа Святого, мир, мы можем хранить мир со всеми людьми. Как и говорит апостол Павел в послании к римлянам глава 12 стих 18 «Если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, даже включая такого вероломного человека, вашего супруга или вашу супругу». И в своей жизни, и в своей семье мы можем хранить мир. Брак это двустороннее условное соглашение между людьми и не все находится во власти и ответственности верующего человека. Наша мотивация оставаться в браке или согласиться с просьбой о разводе стороны неверующего человека заключается не в том, чтобы заслужить его или ее понимание, принять или добиться их спасения, а в том, чтобы продемонстрировать наше спасение, нашу веру во Христа. Мы не можем с вами решить вопрос спасения нашего супруга или супруги самостоятельно, но мы можем любить Иисуса и почитать Господа в нашем браке. Мы не можем контролировать все обстоятельства в нашем доме, но мы можем контролировать свою реакцию на них. Друзья мои, пусть это будет реакция, наполненная Божьей любовью, Божьей благодатью. Божьим великодушием, человеколюбием Христовым. На это способны только верующие люди, только те, которые познали Его любовь и которые живут Его благодатью. Без Божьей помощи, друзья, никто ни из нас не может так любить. Те семейные пары, которые сейчас и это слушают и говорят, а у меня жена христианка, но она хуже неверующего. Или те жены христианки говорят, у меня муж христианин, ну как же я замучилась с ним. Друзья мои, ну покайтесь, исправляйтесь. Прекраснейший инструмент благовестия в этом мире это христианская семья. Где мы не говорим, посмотрите, какие мы классные, а где мы говорим, посмотрите, какой Господь удивительный, что Он делает в нашей семье. Мы, такая смешанная семья в кавычках, живущая своими эгоистическими желаниями под Божьей благодатью стали меняться, трансформироваться, преображаться. Через верующие семьи, друзья, люди могут прикасаться к небесам. Но брат или сестра, у которых неверующий супруг или супруга, через вас ваши домочадцы прикасаются также к небесам. не унывайте, не смущайтесь. У вас будет много трудностей, но жив Господь, к миру призвал нас Господь. Помолимся. Отец наш милосердный, благодарность тебе за то, что ты спасаешь людей по сей день. Поэтому мы говорим тебя даже за смешанные, разделенные семейные пары, которые есть и в нашем собрании. Прежде всего, я хочу просить тебя, чтобы ты благословил наши христианские пары, чтобы они искали свое удовольствие в тебе, Иисус, а не в друг друге, чтобы они не пытались переделать один другого, но представляли себя каждый в жертву живую и святую для служения тебе, Господь, и служения своему супругу или супруге. Благослови, чтобы наши христианские пары были не только примером того, как нужно жить, но они были примером ободрительным и руками, ногами участвующими в жизни тех семейных пар, где нету такого. Благослови, Господь, наших молодых вдов. Господи, Иисусе, благослови наших пожилых вдов. Пусть христианские семейные пары служат и помогают таковым. Господи, я молюсь Тебе сейчас особенно за тех супругов или супруг, которые не веруют еще. Господи, благослови их, особенно благослови через наших верующих членов. Господи, даруй благодати и помощи моим братьям и сестрам, у которых еще не верующий супруг. Даруй им благодати, Господь, чтобы они, укрепясь в Тебе, несли мир, радость, теплоту, принятие, любовь и благодать Твою в Свой дом. Благослови, Господь, через них их детей, чтобы они могли веровать и познавать Тебя. Господи, сохрани нас от самонадеянности, защити нас от ложной духовности, от законнического мышления, от надежды на человека. Благослови, Господь, нас, покоряться Тебе, Боже, полагаться на силу Евангелия, искать утешения и поддержки у Тебя, Господь. Боже, благослови, пожалуйста, чтобы в этом сезоне, в этом году мы опраздновали воссоединение многих семей, где неверующая сторона обратилась бы к Тебе. Господи, молюсь Тебе о том, чтобы на нашем раздельственском выезде, если Ты благословишь нас, мы крестили кого-нибудь из них. Благослови, Господь, прилагать к этому старание и моление усердно, как в свое время и сестра наша Моника или Моника, как говорят одни или другие, мать блаженного Августина молилась своего мужа, и он уверовал. Господи, благослови нас увидеть, как уверуют мужья и жены. Помоги, чтобы не опускались руки, помоги, чтобы никто не ставил крест на своем браке и не соседал его так, как должно перед Твоим лицом, но прилагал все старание и веру. И даруй, Господь, увидеть плоды этого. Господи, благослови, чтобы еще многие люди нашли здесь свой дом, многие женщины, покинутые, брошенные своими партнерами, не знающими, что делать со своей беременностью, приходили к нам. Многие мужчины, которые бросали своих жен или своих женщин, которые не знали, что делать, когда их подруга забеременела, приходили сюда. И наш центр помощи беременным наполнился новыми людьми. Пусть наша церковь будет прекрасным домом для таковых. И пусть, Господь, в этом городе станет больше мира и света через верующих людей. Пусть в этом городе шалом божественный приходит через нас. И пусть, Господь, наступит воистину день России, когда Россия, пробудившись от сна, от позора ложной религиозности, пустой религиозности, неверия атеизма и язычества. Обратиться к Тебе, Господь, и мы увидим духовное пробуждение и отпраздываем настоящий день России, день победы Христа над тьмою и не верим в нашем народе. Благослови, Господь, нас. Ради Иисуса Христа, ради славы Твоей просим Тебя от Рединого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогие друзья, приветствуйте друг друга, доброго общения всем и благослови всех, Господь.